Мы улетаем на большом воздушном, но не этом самолёте. Где-то должен быть наш самолёт. Мне кажется, это не ездит. Он ждал меня. Там, мне кажется. Нас ждёт долгий... Сколько часовой путь? 36. Нет, подожди, мы сейчас 8 утра и приедем назад. Почти 48 часов. Нет, не 48. 36. Я стримил 36 часов, так что это не норм. Я выживаю, а она нет. Она уже спать хочет. Она хочет сидеть, когда она хочет сидеть 2 часа. Ты думаешь, что ты в поезде спать не будешь? Зачем спать в поезде? Потому что можно смотреть по окошкам. Это почти как «Интерстеллар», только лучше. Знаешь эту картинку из «Интерстеллара», где Баконахи едет такой? Нет, не «Интерстеллар», но, в смысле, мемасик на «Интерстелларах». Там, где Баконахи едет в поезде. Вот я примерно так же буду. Я книжек взял. А кто тебе ночью даст свет, чтобы читать книжки? Я солнечный. Твоя связь с космосом практически исчезла. Понятно. Вот так лучше, да? А, так жирно не видно. Да, так видно жирно. Смотри, какие жирные. Здесь не жирные. Это просто ракурс. Смотри, жирные, не жирные. Идеально. Это ракурс высыпается. Мне здесь 12, а здесь 46. Зачем я с ним? Так вот, зачем я это рассказываю? В общем, если вы куда-то планируете ехать за границу, планируйте заранее то, куда вы берете билеты. Потому что ждать между прилетом самолета и отъездом поезда 10 часов и даже больше, это жопа. Не, мы не знали, что делать. Ваш Москва, стой. Тут нечего делать. Мы сходили в кино, и вы не понимаете, что делать. По крайней мере, в течение 8 часов тут не хрен делать. Вообще нечего делать. Вайфай даже не найти толковую нормальную. Знаете, вроде бы как бы посетил я не особо значимые места, но материала осталось так много, его вышло настолько до хрена, что его нельзя уместить в один инфоблок. Поэтому я разделил весь материал на 3 части. В этой мы посмотрим с вами исключительно за Запорожьем, ну и чуть-чуть попадем в Днепропетровск. Я буду мучить вас за кадром и голосом, а еще у меня есть заранее записанные материалы. В какой-то момент пребывания в Запорожье, ну когда там делать нечего было толком, я понял то, что мучить вас постоянно за кадром и голосом будет такое себе дело. Поэтому какие-то мысли и Cool Story Bob'ы я записал отдельно. В общем стиле методы повествования будут скакать с одного на другой, не обращайте внимания. Но в целом мы открываем с вами первый выпуск финальной трилогии инфоблоков. С моего рассказа о миниатюрном приключении в Запорожье. Киев Господа, это Киев. Спрашивается в какую часть я тебе в уголь попал. В общем, если вы собираетесь поехать когда-либо на Украину, что я могу сказать? Меня пропустили, но спросили просто все. Вам нужно приглашение, вам нужно... что там нужно еще было? Билеты обратно. Билеты обратно. Вам еще нужно подтверждение вашей работы. Желательно сопровождение. И желательно, чтобы она не была связана с чем-то там, потому что у меня связана с прессой. И как бы мне пришлось второго человека вызывать, чтобы он подтвердил то, что мне можно проезжать. Короче, пропустили, но со скрипом. Так что это реально. Но как бы нужно много-много документов. Поэтому... Мы сейчас... Не будешь пущать все грязные. Хорошо, что мне придется. Мы поехали... Да, мы в Киеве, нам нужно ехать в Запорожье. Поэтому, да, надо есть вон там, вот там. Ждать 5 часов между разными поездами тоже такое себе. Не лучше всего 9. Потому что нигде поесть утром. Нет, ладно еще днем, но утром. Ну не будете же вы есть? Кто ест завтра в Киеве? Я хотела тебя покормить вкусное украинское видое. Да, а там панская хата есть? Да. Потому что она настоящая. Ну как бы да, но там все забито. Там все забито. Вот поэтому там и забито. Какого хрена люди в... А караулить там жарко. Весь российский Wi-Fi. Русский. Бесплатный. Для того, чтобы к нему подключиться, нужно иметь при себе сим-карту. А... Украинскому не надо. Да ты еще не подключился. Выпросы поменял. А еще у вас нет металлодетекторов на вокзале. Хотя живете ближе к террористам, чем мы, как так. Это 11 градусов. Я сейчас сдохну. Ой, я сижу в кожанке, мне больно. Боже, что с этой... Что с этой... Да, что с этим климатом не так? Почему 11... Здесь все прекрасно. Да. Короче... Скучнее перемещение из Москвы в Киев. Может быть только перемещение из Киева за пару рублей. Не только бы красивенько, но... Два раза в подряд ездить так долго. А что так просит долго? Да. Почему нельзя просит? Почему нельзя просит? Потому что это не Интерсити. Короче, отстой. Ну... Зак, нам проси. Ну... Хотя бы. На. Ты что думаешь? Тика спит. А я-то не могу спать. Она-то может спать на мне, а я-то не могу спать на ней. Слишком... Ладно. Хитрая система. Я обиделся. Я еще не успел начать отдыхать, уже устал. Выставишь, все нормально. Как бы да. Добро пожаловать. Вырубай, я просто спать. Вырубай. Здоровенькие булы, хлопцы. Я тут как бы уже шесть дней на территории Украины нахожусь. Про каждый день рассказывать нечего. Но... Вообще-то, как бы, может быть, кому-то интересно будет послушать, как себя ощущает человек, который почти живет в Сибири. Где-то на несколько десятков, получается, параллельно. На десять параллеля ниже, на десять градусов параллель ниже и так далее. И каково вообще здесь оказаться, вроде как, в стране, в которой понимаешь, что ты говоришь, да? Но в которой ты не понимаешь, что люди говорят. Начал я посещать сей город и его центра. А центр – это самый большой проспект в Европе. Проспект Соборный. И, как бы, прикиньте, да? Его переименовали, да? Соответственно, нужно переименовать же все и в паспорте и так далее. Я повесил новые таблички, и у тебя самый длинный проспект в Европе перевернувается. Мне очень жалко тех людей, которые реально вот переклеивали все эти таблички. Они такие, твою мать, работы, привезли, знаете? Пусть чего-то чего переименовать мне людей жалко, которые этим занимались, какой-то, знаете, ну, немножко бесполезно работает, я считаю. И все, что я увидел – это просто длинные, как бы, улицы, обычные советские застройки с различными магазинами и все. То есть, вы знаете, центр города обычно, ну, во всех городах, он такой вот, вот, больше централизованный, где-то в центре, вот по окружности около центра города распылено все. То есть, та же Москва. Ну, Москва-то там просто тупо за МКАД в жизни нет. Так что, вот, дом Кадье – это и есть, как бы, центр города. А здесь, как бы, центр города, он, мне показалось, он просто вот в длину, вот просто расширенный. Нет, он не то, что расширенный, он просто вот по длине размазан. И вот у тебя вот проспект Соборный – это тупо весь центр города. То есть, там несколько кинотеатров, различные торговые центры. Ну, не так много, как даже в Екатеринбурге, ну, да ладно. А я уж боюсь сказать про Москву, где-то просто ты идешь – о, торговый центр, о, торговый центр. Такой, задумался немножечко херак, на тебе построили торговый центр. Просто соло походил по Соборному, да, потому что меня отпустили погонять и так далее. И я ничего особо не нашел. То есть, я, как бы, гулял, гулял. Единственное, что я заметил – это то, что пыльно. Знаете, Екатеринбург считается одним из грязных городов. И здесь, как бы, я просто иду, понимаете, вот. И у меня на черных ботинках за полчаса скопилось слоище пыли на весь ботинок. Я никогда столько в Екатеринбурге не делал. Очень пыльно. Прям нереально пыльно. И я познакомился в первый же день с денежками. Знаете, у нас есть… Ну, вдруг, как бы, украинцы смотрят. Ну, то есть… Обычная тысяча, да, вот тысяча. Ну, думаю, вы видели, да. Они, как бы, не особо блещут дизайном. Я, ну, как бы, я считаю, что деньги должны быть строгими. Строгими, но одновременно красивыми. И, по идее, это, ну, это относительно… Относительно нормальные, то есть, строгие деньги. И намного краше вот этого говна. Это настоящая сотня. Ну, вот, доллары – самые отвратительные деньги на свете. Они просто никакие. Это просто зеленые бумажки, да. Ну, и, как бы, есть в России, если кто-то не видел купюры по 200, по 2000 рублей, они красивенькие. Зелененькие, синенькие, красивые сделаны. А вот, когда я увидел гривны, это мне напомнило денежки из монополии. То есть, посмотрите, гривна. Потом… Они все-таки цветные, это… Все-таки цветные две гривны. Пять. Они… Ну, вот, мне напоминают денежки из монополии. То есть, знаешь, после… После того, как ты всю жизнь как-то смотрел на различные… Ммм… Строгие деньжищи, да. Как в России. Ну, вот, строго оформленные. И тебе дают вот такое цветастые. У тебя вот странное восприятие-то все. И что сразу бросается в глаза, как ты только приезжаешь, да, в Киев, в Запорожье – это обменники валют. То есть, у нас все это в России запрещено. То есть, вы можете обменять валюту только в банке. У нас еще, более того, хотят запретить вот это табло, которое замещает банки рядом со своими офисами на улице, да, вот, с курсами валют. Это тоже хотят запретить, потому что это считается, типа, за конкуренцию, да. А у нас просто запрещено менять валюты везде, кроме банков. Опять же, ты приезжаешь в Киев, и ты можешь купить… Вот прямо тут в магазине можешь купить симку, с которой я и сижу, да, какую-нибудь МТС-овскую. Без паспорта, без всего. Просто подошел, 300 гривен сунул, все. Или, да, не 300 гривен, 100 гривен. Не помню, сколько она стоила. Не, покупал. И все, симка твоя. Можешь хоть 500 купить, можешь всю Аль-Каиду, по-моему, ими закидать. Просто вот бери. Заходишь на вокзал, никаких металлоискателей, никаких детекторов, ничего нету. Ты просто заходишь, и все. А у нас, как бы, попробуй пройти. Даже в метро там металлодетекторы стоят. И мы, когда сидели в Киеве, ждали поезд Запорожья, я зашел в Макдональдс, и со мной начали говорить сразу по-украински. Я говорил по-русски, мне отвечали по-украински. Ну, конечно, я что-то понимаю, да, поэтому, как бы, проблем не было никаких в плане того, чтобы пообщаться, да. Но на русский со мной не переходили. Но это, понимаете, это вот с точки зрения того, кто посещает страну, да. Это очень странно. Это, я не говорю, что неправильно. Это очень странно понять, это осознать. Вот этот вот момент, то, что ты говоришь на одном языке, тебе отвечают на другом языке. Ты все понимаешь, как, ну, практически понимаешь. И ты продолжаешь говорить на своем языке, ну, знакомым мы себе, да. И ты продолжаешь говорить на другом языке. Понимаете? Други говорят на двух языках, пусть и похожих друг на дружку, да. Но, блин, они понимают друг друга Это очень странно понять И ты такой Как бы с тобой говорят на другом языке Начинает мозг загружаться Ты понимаешь, что ты хочешь ответить И ты думаешь, блин, а я правильно отвечаю или нет Ну и, кстати, сразу Я принялся за санкционку Я очень люблю сладкое, поэтому Первое, что я сделал, это я взял Рошен Рошен очень дешевые Я не знаю, что они удастся Наркоту какую-то, либо, я не знаю, там, песок Но они реально дешевые Это самые дешевые конфеты, которые я когда-то видел в своей жизни И, как бы, вот Это стоит сколько? Или не самые дешевые? Я хрен его знает В общем, они реально дешевые То есть сливки, ленивки и так далее Когда-то и были в России, потом и запретили Понятно, для въезда и так далее И, как бы, нажрался до отвала Просто этого дерьма На самом деле вкусные конфеты Пусть и дешевые, но вкусные Так что это единственное, что, пожалуй, Петр Порошенко Сделал хорошего в своей жизни, а открыл Рошен Ну, правда, наверное, он просто открыл А кондитер совсем другие люди Так что слава тем, кто придумал конфеты для Порошенко Чтобы он их продавал И самое последнее Точнее, самое первое, что замечаешь Но мы оставим это на последок первого дня Это погода Погода – это абсолютное нечто Ну, то есть Вся Россия практически Это Север Как это называется? Короче говоря, определенная климатическая зона Где, в принципе, погода-то одинаковая Ну, мы не берем Сибирь, Север и так далее Мы берем среднюю часть России Урал и так далее То есть я вот приехал с Урала У нас Это нормально Потому что у нас может быть плюс 35 летом Минус 35 зимой Или там минус 40 вообще И вот, допустим, 29 апреля У нас был снег И минус 5 Минус 10 ночью Нормально Это нормально А может быть и плюс 30 29 апреля Все нормально Как бы В один день минус 10 Через 4 дня уже плюс 30 Это все хорошо Как бы Такое, такое нормально А тут Понимаете Я никогда Не понимал Зачем люди оценивают погоду В двух Точнее, ну, в двух параметрах Или как это называется Неважно На солнце И в тени Я думал, что это бред Здесь это реально две разные температуры На солнце это Мы приехали в Киев Было плюс 13 Я чуть не охерел на солнце Я снял с себя куртку И мне было жарко на солнце Причем Вот солнце Палило Вот реально Палило Потом мы зашли Куда посели Часа 3 вышли Солнце так же палит Плюс 18 Оно чуть-чуть За облачко зашло Уже холодно То есть И здесь то же самое В Запорожье, да То есть Плюс 25 на улице Ты просто охереваешь Заходишь в него Уже холодно То есть Вот Ну, я не знаю Как в Киеве Там мало было, да Но в Запорожье Ты просто вот в тени И на солнце Ощущаешь Разную температуру Как бы Если что Вот в Екатеринбурге В Москве И так далее Вот все вот эти города Это одна и та же температура То есть в тени На солнце В Петербурге Я не буду говорить У них постоянно Вообще нет солнца Они примерно такие Что это такое Солнце проезжает Такие Боже ты мой Боже Это Бог спускается Нет Это всего лишь солнце Ребята Придется вам это принять Да Молчите Кто там Живет близко к Кавказу Там и так далее Это все нормально Ребят Это не та погода Которую в принципе Вы знаете Да У вас там все-все другое Там в Ростове В Краснодаре Молчите Вы просто там Случайно оказались Вот Съездите куда-нибудь В Сибирь Посмотрим Как вы запоете И Сложно Сложно На самом деле Аклиматизироваться Потому что Ты вроде смотришь На Ну как бы Ты вот живешь В Екатеринбурге Смотришь плюс 25 Думаешь Ага Весь день будут ходить В футболке Поехали Ходишь в футболке Весь день Ничего плохого нет Вот тут Ты берешь с собой Идешь в футболке Да Заходишь Снег Только зашел С тучами все закрыло Тебе холодно Ты должен курточку взять с собой Да Выходишь утром В 8 часов утра Жарко Капец до жопы В 7 часов Садится солнце Все нахер Ты в общем В зиму попал Серьезно То есть Очень странный климат Очень странно Воспринимается Когда ты приезжаешь Из Екатеринбурга Сюда И не понимаешь Что вообще происходит Второй день Полного присутствия Запорожья Не будем считать Что в Киеве Поезде И так далее Были неполные дни А знаменовался тем Что мы сходили на Мастителей Которые мастники Мастники Ну смотрел я Фильм на украинском Об этом я уже говорил В Непроиграх Про мастюнов И я думаю Уже все вы знаете О том что Фильм я в принципе понял Единственное Что я не понял Следующего Почему те люди Которые писались В комментариях Что были со мной На одном сеансе И были на сеансе До меня И были они в принципе И живут в Запорожье Они не пришли Навстречу Которая была В воскресенье Но об этом Через один день В целом Как бы Мы ходили В мультиплекс Говорят что это Лучший кинотеатр Из всех Которых есть В Запорожье У нас практически Все кинотеатры такие Билет стоил На 2 часа Дня 99 гривен У нас в принципе На час Или на 2 Нет на час дня У нас на час дня Они стоят До 2 часов дня В самые дорогие Кинотеатры города Стоят 129 рублей 99 гривен Если что Это Это 230 рублей Получается Да 230 Да 230 рублей 240 рублей Как это так И как бы Ну это Это Дорого Я считаю Для дневного сеанса Хотя это все таки Премьера Так что В принципе пофиг Так что Не важно И кстати По поводу денег Снимать с карточки Мне дали спокойно Но взяли небольшую комиссию То есть комиссия небольшая Если курс был 2.39 Рубля за гривну Да То мне дали по курсу 2.6 рубля за гривну Когда я снимал в приватбанке То есть даже карточкой Можно оплачивать Да Оплачивать карточкой Можно без проблем Я оплачивал Двумя Карточками Двух разных банков Спокойно оплатил Ну и в этот же день Я ознакомился Со сферой услуг Ну то есть Кафе Рестораны Не ну вы понимаете Что мне хотелось Это все проверить Да Мне интересно было Че кого Как бы сфера услуг И вообще цены Да Мы посмотрели Я посмотрел В этот день Особо не отличается Практически ничем Ну местами Дороже Местами дешевле То есть Но в целом Если так посмотрите Среднюю температуру Попленица взять На 20% дешевле Я взял Карбонару За 100 гривен Это Та же самая цена На карбонару Что и в принципе В любой кафешке Российской То есть Цена на карбонару Ну то есть Такая знаете Встречная кафешка Недорогая Да Какая нибудь Не элитный ресторан Да Потому что В элитных ресторанах Я видел карбонару За 400 рублей И пробовал ее Да Если что Тут как бы Знаете Ну такое себе Такая себе Карбонара Ну как бы Та же самая цена То есть понимаете Сфера услуг Здесь Не особо дешевле То есть Да Цены в магазинах Можем подешевле В целом Средней температуры По больнице Но Сфера услуг Ну такое себе Местами даже Подороже Так что Я не буду Оценивать все это Да Понятно Как бы В Макдональдсе В Киевсе Практически все Одинаковые цены В СНГ Потому что Заграничные Организации Компании Так что В кафешки Ну мы не ходили Пузата хата Мы хотели посетить В Киеве Причем Всем рекомендуется Она Если кто Приезжает сюда Идите Пузата хата Там вкусно И да Но я даже Не успел Оценить там Цены Может быть Мы поедем в Киев И я там еще Скажу Че Кого будет В третий день Не было ничего Ну это был День личного Пространства И так далее Но Здесь я хочу Рассказать вам Про транспорт Запорожский И это Очень интересно Потому что Опять же Если ты есть в Москве В Москве Да Где-то обитаешь То в основном Это как бы Общественный транспорт Автобусы Ну обычный автобус Трамвай Ну и в основном Метро как бы Да метро Но если в Киеве То это Муниципальные автобусы Смешанные с маршрутками И так далее То есть 50 на 50 Разделения есть Причем Эти маршрутки Тоже связаны Как это с городским Транспортом И выдаются Маршруты И так далее И у нас Как бы везде Одинаковая цена 28 рублей За проезд На всех видах транспорта Здесь естественно Транспорт Точнее Передвижение На официальном Официальном Господи На общественном транспорте Дешевле От 5 до 7 гривен И то есть Есть тоже Разные типы Транспорта То есть Троллейбусы И так далее Трамваев мало Ну если что Знаете Лекенбурсы Которые приезжают В городку Вы спрашивали Где трамваи Это нормально Если какой-то Екатеринбуржец Будет спрашивать Где трамваи Потому что В Екатеринбурге Одно из самых лучших Трамвайных сообщений В принципе В России По-моему Ну кто-то Какие-то урбанисты Признавали Что у нас Одно из самых лучших Потому что У нас Уралвагонзавод Есть И эти Ребята На Уралвагонзаводе Они делают Трамваи И прочее Как бы Что-то Какие-то Вагонные сооружения Которые используются По всей России И не только Между прочим Но здесь Как бы В основном Мы путешествуем На маршрутках В которых Преодействие 6 гривен Это 15 рублей То есть Вы понимаете Что проезд На общественном транспорте Дешевый И Это маршрутки В основном Маршрутки Вы знаете Не те Которые Когда Не те Которые Когда Вот они появились В России Да Вот эти Желтые Пирани А вот эти Полумикроавтобусы Вот эти Большие Пузатые Белые Маршрутки Причем У всех Одинаковый Метод закрытия Дверей Ну то есть Когда вы приезжаете В Россию В основном Да Там есть Двери Маршрута Которые закрываются Автоматически То есть По крайней мере В Екатеринбурге Закрываются автоматически Открываются Закрываются здесь Они открываются Автоматически Закрываются Ремешком Вот так На себя тянут Это Очень интересно Забавно Если честно Затем Никаких кондукторов Ничего То есть В Екатеринбурге Все построено Кондукторах То есть Ты заходишь Транспорт У тебя сочет Кондуктор Ты плачиваешь Денежку Там и так далее То есть У нас карточки Есть еще Ходят с терминалами Эти карточки Прикладывают Кондукторы К водителю Даже в общественном транспорте Муниципальных автобусах На самом деле Я ездил один раз За все время За 5 дней В муниципальном Автобусе И это было Жутко Там очень было Много людей Мы ехали С Запорожской Сечи Но это чуть попозже Ну естественно Муниципальные автобусы Подешевле Все 5 гривен Маршрутки 6-7 Там по-моему Зависит от расстояния Если ты приезжаешь С острова на остров С Бабурки едешь И так далее Бабурки это район Право Короче говоря Все очень сложно Левый, правый Берег Днепра То есть Да И самое главное То что Когда ты заходишь Ну по крайней мере В Викторинбурге Не буду говорить Про другие города В маршрутку Ты видишь в основном Завлен гастарбайтеров То есть это азиаты То есть у нас Муниципальные автобусы Водят в основном русские А вот маршрутки Водят азиаты У нас вот такое распределение Как бы Национальностей В плане водителей А тут как бы Ты заходишь Везде Русскоязычные Ну славяне То есть Я не буду говорить Что не русскоязычные Славяне за рулем И вчера был Прям апофеоз Возвращение Вот в нулевые Года Моего пребывания В России Моей жизни Да я постоянно Пребываю в России Что я там говорю Моей жизни Я увидел Я увидел Славянина Инфоблок Как видите Пребывание Прикину не смог Визиточки Ранний доступ Ну памятка Соответственно Какая-то Да Ну Что-то Что-то Мы посидели В боулинге Покидали шары Увы Я забыл камеру Поэтому Это Запорожье И Люди Которых мы нашли Для того Чтобы встретить Запорожье Поэтому Я снова на дне И Ну как Да И это я Ни хрена Не видно Но ладно Ну оно Пормально Докатится Откакли Если бы Наоборот Люди побольше Мы могли бы Сходить в Квеструм Был Рядом Какой-то Страшный Квеструм Где В принципе Можно Был поиграться Но раз Человек было двое Я подумал Гоу боулинг Мы посидели в боулинге Два часа Там уже люди Устали все Поэтому Мы просто разошлись Поговорили И ушли Увы Я ничего не мог Показать Запорожье Потому что Ничего не было готово Признаюсь Что до сих пор Ничего не готово Я очень надеюсь То что До встречи в Киеве Сережа Сделать хоть что-нибудь Так и дает Я смогу показать Вы узнаете об этом Уже где-то Через часа Пол И в принципе Разошлись Мне просто Рассказали Что сгоняй на Кичкос Куда еще можно сгонять В том числе На Запорожскую сечь Что я кстати сделал На следующий день И Мы пошли Восвояси Так что Какую-то встречу я провел Да Кстати Запороженьки Если что Полностью заплатил Так что Это что было Из фонда Эфирема То есть Я платил встречу По поводу Ну подписчиков Да И так далее То есть Не подумайте Что люди платили Ну понятно Я В последующих встречах Уже не смогу Всех заплатить За антикафе Но раз уж Два человека было То За двух человек Я как бы И платил Хотя там не нужно Платить за каждого Да Там просто Плачиваешь дорожку Это было недорого На самом деле Боулинг Про боулинг Мне говорить нечего Кроме того Что это был Обычный боулинг Там была Фессанка красивая В Национальной одежде Белая такая С красными рюшками Я хозек это называю Помню Национальная одежда Хотя по-моему Это просто славянская Одежда Просто Какая-то Неважно Какая-то славянская одежда Естественно Я отпускаю Все лишние Какие-то Детали По поводу Встречу Я там С друзьями Знакомыми Родственниками И так далее И расскажу то Что более-менее Вы хотите Наверное услышать Если кто-то До сих пор слушает Здрасте вам Если что В пятый день Мы пошли на шашлыки Я не знаю Зачем это вам рассказывать Но мы были На острове Хортица И да Очень сложно здесь На самом деле В Запорожье Есть район Верхняя Хортица Есть остров Хортица Есть район Хортица Есть река Днепр Есть город Днепр Как же все сложно Просто жесть В общем мы где-то На пляжике Посидели Пляжик кстати Неплохой Это Все еще чистый Все еще чистый Днепр Там все-таки Вода более-менее прозрачная В ней люди даже купаются Это не говнотечка Екатеринбурга В которую нельзя засунуть Даже свою ногу Ты просто высунешь ее Там будет Три ноги Как бы у тебя И может ее кто-то изнасилует Я не знаю У нас когда Брыба мертвая плавает К берегам прибивается Красивенько Чисто Непонятно Как работает аренда Мангалов Аренда столиков На этом пляже Мы тупо пришли Сели Бесплатно посидели Мы не нашли никого Кому можно отдать деньги И ушли И сейчас короче Ко мне приезжают В России мол Ах ты скотина Ты не оплатил Да оплачивай Вот счет набежал И там квартиру придется Продавать как бы Да Зачем это рассказывать Когда-то будет это вырезать Нахрен Поиграли в Луну Луну кстати Очень-очень Прикольная вещь Что-то типа фараона Не бридж Фараон Но играть вдвоем У него не особо интересно И другие вариации игры Которые называют Трестеться лбом в стену Это веселая штука Если играть по правилам Она стратегическая Так что если вы вдруг Ищите какую-то игру Для компании Между прочим Можно будет в антикафе Надо предложить Мы там наверное повторим То Уно Неплохая вещь Для этого дела В принципе Было весело На самом деле Ну и мы потом пошли На запорожскую сечь Туда мы пойдем еще разочек Поставили красивенько На самом деле красивенько Когда заходишь До запорожской сечи Там открывается вид На полотину Не прогресс И как бы мне больше нравится Не природные пейзажи А именно индустриальные Ну кто не знает Остров Хортиц Это исторический Какой-то памятник Там казаки Где-то сидели И так далее И там есть Запорожская сечь Это тоже музей Который мы еще посетим Вы узнаете об этом Чуть попозже И это еще Национальный заповедник То есть там Столько всяческих растений Есть и так далее Я не скажу Чтобы прям Это какое-то уникальное место Было У нас как бы Есть за городом Место Палкина Там в принципе Не так Не такое большое Многообразие растений Я бы сказал Но там тоже Природа Есть свежий воздух И так далее Ехать 20 минут От города Точнее нет 20 Ладно 20-30 минут От места моего проживания На электричке На электричке Тут нужно было Тоже ехать 30 минут На маршрутке Так что В принципе Никаких Ордыщей нет Но в целом Знаете Есть такой Большой клочок Дикой природы Ну и 100 раз Это национальный заповедник Которого не хватает Многим индустриальным городам И индустриальным странам Ну то есть Тоже Екатеринбург Он когда-то был зеленым То есть В центре города Можно было найти скверики И так далее Теперь их выпилили В угоду торговым центрам Поэтому Вот это Вот это В плане развития Городов Мне не нравится Больше всего Когда Зелеными зонами Просто-напросто Раскидываются И уничтожают их Мне еще рассказывали Интересную историю В Бабурке Ну это Если что Жилой район Здесь так называется Спальный район Можно сказать Есть дом Для которого Использовали Балки Привезенные из Чернобыля Которые Были нормальные Потом начали фонить И поэтому Его не стали достраивать Вот такое Я слышал Я вижу Недостроенный дом Спрашиваю Что это за фигня Мол Почему он не достроен Он не достроен Говорил А он фонит Ну можно Такими себе А он фонит Там трубочина Блин Ну довольно таки Неплохо Нормально В общем Гулять По Хортице Было прикольно То есть Свежий воздух Мало народу Красивенько Все зеленое И так далее Пляж Не особо Заселен Людьми даже В праздники А как бы Это был выходной После Пасхи Если что Оказывается На территории Украины Пасха Это выходной Это тоже Удивительно Для человека В России Который отдыхает Как бы С 1 по 7 мая Причем Как бы Здесь не отдыхают Да так Даже С 1 по 5 мая Не отдыхают Это все рабочие дни А вот на Пасху отдыхают Это Разное Испределение Выходных По праздникам В общем Русские отдыхают Больше Любят халяву Тварь это Русские Работать надо Да на самом деле У нас все работают Просто Скрываются У нас люди Уходят в отпуск Чтобы получить Отпускные И все равно Работать в отпуск Чтобы еще больше денег Получить Чтобы потом Я не знаю Говорить У меня много денег Ну куда их девать Я не знаю Я не знаю Когда отдыхать А я как взял отпуск Так и поехал Хотя мог Прямо сейчас работать Что я делаю Я бы сейчас зарабатывал Много денег Мог бы стримить Прямо сейчас Ноутбука Который не может Нормально работать Что то я отошел от темы В общем красиво Классно Но в то же самое время Удобно для отдыха И не так засорно Вот так скажем То есть Это не то Чтобы ты приходишь На пляж Там все засорно Пластиковый стаканчик И так далее Нет Чистенько Классно Хорошо Но в то же самое Время удобно Можно походить По классным местам По природе Потом ты приходишь В музей Кое-то смотришь В общем Классно отдохнуть И шикарно Приехать сюда В качестве туриста И посмотреть это место Я еще туда попаду Естественно Я не все там посмотрел Но даже то что я видел Вот внешнее кольцо Это было классно Еще раз туда схожу Но вы увидите Это уже наверное Через парочку десятков минут По этому поводу А сегодня мы решили просто выйти И пройтись по Соборному И вообще по Запорожью Походить По местам Где это вообще Можно сделать То есть Только по Проспекту Соборному Вот Сегодня тот день Ради которого Стоил приехать в Запорожье Сходить в украинский Макдональдс Так вот И мы еще раз Попробовали то Что в России И еще нет Это картошка с беконом Что ты скажешь Что ее официальное Самое классное Мнение Расширенное мнение По поводу картошки с беконом Я ее уже ела Когда? Киеве Ну вот хорошо Если это тоже учитывать Че отстой Можно не ждать Короче ее слишком много Ты не хочешь дать Расширенное мнение? Ладно Профессиональное Много Больше не берите Чем это А еще Знаете что у них есть? У них есть Человек Который ходит По очередям И спрашивает Что вы хотите Он дает Он делает заказ Вы дает вам билетик Вы с этим билетиком Приходите На кассу Сразу оплачиваете И вам сразу приносят Что там набирают все А у нас такого нет У нас только терминалы Есть не живые У них есть живое общение А у нас в России Нет живого общения Говно Короче говоря Ради живого общения Можно приехать в Запорожье О да За ценами пообщаюсь Это центральный проспект И это Вот столько Количества машин Здесь проезжает В принципе И сейчас Сейчас пик Да Это вот Столько проезжает Понимаете У нас тупо пробка А еще Есть индусы Их много Это понимаете Это час пик Здесь нету пробок Тупо вообще Просто понимаете И во сколько мы не ездили здесь Тут нет пробок И вот Посмотрите Это час пик Центральный проспект Самая большая улица Перекресток Тройной перекресток Понимаете Здесь можно переходить Улицу И тупо машин Не будет с одной стороны Вы когда-нибудь такое видели В небольших городах Я Я вот В Екатеринбурге Не видел Здесь очень мало машин А когда была Пасха То есть Праздник Воскресенье Понимаете Воскресенье днем Воскресенье днем Здесь тупо Не было машин Вообще То есть можно было Идти Просто по По проспекту У нас бывает Такое только Если перекроют улицу А это львовская пекарня Ну как В смысле не в Львове И тут прикольный стол И это штудель В который можно положить Различный соус Такие продаются Сарнак Юма Тоже на русском? Да На русском Девушки Гофман Лавкрафт А сколько стоит? А у нас черняка Какая-то дома стоит У нас с собой 82 гривны Оооо Мы брали маленькую В мягкой обложке За 200 Или 300 рублей Может возьмем ее? Зачем покупать? Уже же есть Оттуда дадим Кому-нибудь почитать Ну Как бы Вот такие книжки Брать можно Тут дешевле Какие-то дешевле Какие-то дороже Но нам подошел Консультант Сказал то Что можно найти На украинском И тогда будет дешевле И как бы Ну то есть Есть наверное Издания дешевле Они на украинском Дешевле Я до этого не понял Но тут как бы Книжки очень дешевые На самом деле Вы видели мы Что там еще? Может быть Великого Гетспи Великий Гетспи Стоит 80 гривен А это 190 рублей Но при этом Это терпится Неплохо Сегодня мы решили Сходить На Запорожскую Сечь В Запорожскую Сечь Я не знаю Шутка Смешная Капец И как бы Вы хотели увидеть Сейчас наверное Множество Зелени И казаков И так далее Казаков? Казаков И так далее Но мы пойдем На мост Невозведенный Запорожье Это место Где есть мосты Которые никогда Не достроят Потому что Как мне сказали Проект не сходится На 10 метров То есть Их в принципе Нельзя построить Ты посмотри Какой асфальт офигенный Никто не ездил О, а вот этот мост Есть на страничке Википедии А как этот мост Называется? Преображенского Преображенского? Да Мосты вообще Преображенского Да Убрали специально Чтобы не ходили Что ли? Наверное Что здесь такого? Да ничего Тут некуда упасть даже Ника, ты никогда не ходила По мостам, что ли? Ходила Но здесь вылетали Знаешь, страшнее Вот здесь вот идти Тут реально страшнее Кстати, вот очень Камерой очень сложно Передать высоту Но здесь пипец Как высоко Камеры, смотри По-другому видно Вообще Кому-то здесь Ряд же можно Ну да, так Может что-то кинуть И там Короче О, а что-то кинуть Самое главное Вика Вика Вот такая вот Монументальная Недостроенная Херня Особенность Запорожья 21 века Вон там пляжик По-моему На котором мы были Или не были Я когда И конец моста Ладно Это недостроенные мосты Мы идем на сечь Просто решили сюда заглянуть Вдруг кому-то Ну, мне интересно было Никогда не видели Недостроенных мостов Я живу в России У нас, либо все ломают Сразу Либо достраивают Вот так вот Я тебе снимаю Чтобы жопка была Видна или не была Это не мой рюкзак Это и что Его, его Погай мыть Минут 30 Я не хочу Ну, можешь остаться здесь Только кошелек дай Кстати, если вправо Посмотрите, как будто болото Настолько все заросло Эта херня Под названием херня Херня заросшая Когда никогда в жизни Не видел Анютины глазки И тебе насрать на Анютины глазки А все их фоткают Они похожи на яичницу, кстати Я буду назвать их яичницей Можно? Нет Почему? Они похожи на яичницу, реально Вон желточек Вон белочек растекся Никогда не делал Анютины глазки И насрать Потому что Не мужское это дело У меня самый главный вопрос Вот идем мы уже минут 15 Примерно вот Выглядит все вот так вот Ну, как это Вот так вот Ну, одинаково В общем, Анютины глазки Яичница И так далее Вопрос Где крапива? Я хочу видеть крапиву Где родные Как бы Пенаты Просторы Я хочу просто идти И жалиться Жалиться Вот ничего Кроме Чтоб крапивы Не было Вот Ничего Вот здесь бурьян А где крапива? Вам крапиву завести Что ли? Лепейника Там, знаете Вот этот Всего сорняка Который растет Да, вот Надо бы А че Че Херня Какая Серьезно Нужно Чуть-чуть Крапива Не знаю Крапива Крапива Что это такое Мята Хер Знает Что это Крапивы Не хватает Не хватает Крапива Ну и мы приперлись Это запрос Сечь Музей И прочее Историческое нечто Которое здесь есть Пойдем внутрь Может быть Еще что-то Снаружи посмотрим Там Полотина Днепрогэс 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 Или нет Не важно И Что? И мне говорят, что там ходное шо Короче, там что-то есть Но нас обломали Ну, собственно, оно не бесплатное Это мы сами себе обломали Мы решили, что 100 грн за выступление Это много Поэтому Наслаждайтесь видом Днепрогэс Оно интереснее Мне нравится больше, чем Выступление Ком Конец Или я не знаю, что там за выступление Мы решили, что это неинтересно Я решила, что это неинтересно Поэтому мы туда не пойдем Лучше ходить в музей Першая хата Для тата Че это такое? Традиционно промысловий запористец Понял Традиционный промысл запорожцев Традиционный промысл запорожцев То есть это все нельзя трогать, да? Угу Это все как бы Историческое или это просто Нет, не историческое Это просто сделали хорошо, постоянно И это настоящий дом? Ну, только арестовали ли они Который здесь был Понятно Нет, у нас построено Построено? Построено? Да 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 Интересно, оно может выставить, если захочет? Вот мне нравится, особенно Зачем это собирать? Я не знаю Ну ладно У них так интересно, правда, капец Ну это А что это занималось? Вы за пора, что интересно жили? Очень интересно, за пора, что думал, жили Ну, может, не тоже интересно Ну, я не знаю, там, телепорты какие-нибудь Или, я не знаю, плазменное оружие Казак, мамай, Илюлька Перерыв 15 минут Ну, зашибись просто, кто приехали А это, полагаю, бар казацкий, да? Нет, это не бар, а там не можно Так Это гончарный круг был Самое главное, в туалет неожиданно не войти Думаю, что это какая-то еще комната для А что здесь? Сюда нельзя? Ну, в ЗУ написано В Источный зал Служебное помещение? Нормально Полагаю, самое интересное все вот тут, да? Да, нет Какой мех Да, какая лиса, смотри А ты кровать еще видел? Да, я видел Я первое, что посмотрел, это кровать Ты прикинь, какого на такой лисе посетить Ух, там перереальные Ух, там перереальные Они уже пришли просто Видимо, да Перереальные стоят Угу Там даже документы какие-то есть исторические Но на них не дадут посмотреть Ух, это самое интересное Может быть, не исторические Может быть, просто гулять Можно прикинь, поэтому и не дают посмотреть Угу Тоже полагаю, служебное помещение, да? Да, закрыто Я думал, что там можно подняться куда-то, но нет Было прикольно туда зайти Вечная Вечная, 100% Вика, вот такую вот надо брать, смотри Магнитик? Ну-ка стоит такая диалка Смотри, смотри, смотри Смотри, смотри Канон департмент Департмент Ну, вот так мне лучше подняться Нет агломат И относительно большего калибра, чем фермерет Але стреляли на дуже коротковидство Закріплено на стене ожида Кілька гарматных стволів на 19-м году Гарник спрогресс, більши дещинність від згідності стрельби Стреляли ті стволи майже одночасно На стійках поблизу стінах Проводач Ілевовач Артилерійське пролання за допомогу воєнного пострілу било другое Мне че-то не понравилось А че ти отждалка? Скажи мне Слепые зрелищи? Слепые зрелищи? Да Будут гонять казаки Питаться Усупить тебе голову Ты будешь ворачиваться Я шляпула Я шляпула Я шляпула наружу Минимум А это там поможем? Я шляпула наружу 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 Ничего не поменялось? Не, ну че-то добавилось А так мне ничего не поменялось О, там есть повозка Вот на этом мы поедем О, посадку Хочется? Забавно А, ну и здесь как бы После музея еще есть Корчма Короче, на хорде Слушай, приехать не ради запросской сети А ради того, чтобы покататься на велике Сколько? Ну, запросской сети стоит Ну, один раз посмотреть Я второй раз не пойду А кто пойдет? Не-не-не-не А зачем тебе второй раз? Не знаю, как бы просто Вдруг Да Ты сюда пришел Во второй раз Поехали Поехали Так что сколько там велик на час? Не знаю Тридцатка? Это в будни Короче, тут вход Для взрослых 48 гривен Для студентов 24 Везет, если вы студент На великах лучше пойти кататься Да, на великах Это самая высокая точка запорожья? Да Самая высокая точка Где повешены укрышки платные крылья А Серьезно? Можно подняться Короче, ребята Здесь будет как бы распутье Понимаете, проблема в чем? Я сидел Проблема в том Что Справа Это путь успешного Адекватного человека Ну, вот видите? Вот он, да? Вот он Вот этот вот путь А это путь мой Ну, как бы, я не знаю Может ли передать здесь Высоту не передает Но угол, по-моему, передает Я пошел Летс гоу Зато быстро Ой, я уже затрахался Твою ж мать Кто это придумал? Надо было идти в обход Ну, нахер Старость и радость А там плотина А тут очень Очень жопа Я заскальзываю Жопа Ну, не на дне хотя бы Уже хорошо Все поняли? Я примерно понял Я понял, что это не какое-то историческое место Это чтобы Это все обман Чтобы набрать крестики Ах Ах А как же хорошо это было подниматься Может еще разочек? Вниз вверх В общем Не ходите в Запорожскую сель Один раз только Один раз Что за пропаганда? Ну, в смысле Что за пропаганда? Я просто говорю В другом кто-то хочет что-то увидеть Проблема в том, что там было бы интересно Если бы там были подписаны всяческие экспонаты А там ничего не подписано А ты ходишь просто и смотришь на картинках Ну, или с экскурсии только идти А так Самому просто дикарем Ни хера не понятно, что происходит И вообще, на что ты смотришь Там просто разбитая тарелка есть И думаешь, что это за фигня А посмотри картинки Ну, можете и в интернете Так что Это не дотяковка Где саму Сами залы удивляют Тут такое Деревянные домики Не факт, что они настоящие А может настоящие Если не настоящие, ладно плюс Если нет, то Такое себе А сюда подниматься Ну, типа тут Типа тут высоко Всё За такие места прикольные За порожки Сечи Мы ехали Ехали, ехали И мы нашли дорожку прикольную Между двух Частных территорий Территорий дома отдыхов Чё это? Я хз В общем, здесь очень сложно перелезть, ребят Я даже Я даже Не знаю, как это сделать Как бы И подождите Так как бы Вот здесь вообще не перелезть ни разу Ну, возьми камеру Ребят Как же перелезть-то тут Я Не знаю, что там красить? Какие времён это всё? Ну Судя по тому, что здесь есть Олимпийские кольца Это реально где-то Ну, советский времён Постройка Ну Прикольно так старенько Как будто В машине времени оказался Вот где-то там В начале Этого дня мы были А теперь как бы Тот же самый мост Но с другой стороны Капец Что-то поменялось, да? В общем-то это Формальный центр Центр Запорожья Который похож на Загород любого российского города Странно, да? Странно На великах можно покататься 60 гривен в час Как бы дохера На выходные Красивенько Днепр Всё такое Где ты найдёшь такую широкую реку И такие красивые пейзажи Волга У нас Волгоград есть Там любого города Ну Волга тоже особенный город Тоже на Волге стоит Я не знаю, что там Делали Волгоград Короче, они что-то делали Там интересное Ладно, надо домой ехать А то скажут А то скажут, что деньги Шашлык идёт Шашлык идёт Это полностью спонсирован Вот Викой Нет, ну не Викой В смысле А Рыкелем Вики Так что я к этому Как бы не прикладывался Нет, все ваши донаты До сих пор лежат Копятся В ресторанах На этих великах Велик 60 гривен Ладно Надо ещё что-то интересное Року ставить Мы ещё не показами ещё интересного народу Запорожья? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Украина очень компактная страна, поэтому можно проехать от того же Киева до того же Львова буквально за сутки. Ну а от Запорожья до Днепропетровска всего лишь два часа езды. Поэтому мы сели на автобус и поехали. Я наслаждался законными видами. Ну и выбрали мы лучший день на свете просто все дни до этого дня и все дни после этого дня было тепло, жарко и солнечно. А в этот день шел дождь, так что по сути по Днепропетровскому мы походили такое себе. Знаете, ребят, мы тут оказались в Днепре. Ну не в реке, но в Днепре. И такое чувство, будто оказались в Екатеринбурге. Погода соответствующая. Ты видишь постройку, в принципе, как в Екатеринбурге. Тоже есть одна ветка метро, которая состоит из 8 станций, оказывается, я посмотрел. Не 4, а 8. Ну не 4, а 8. Которая, наверное, не хочет, чтобы я залезал, но я туда залезу, естественно. И знаете, кстати, вот пока ехали, я обратил внимание на то, что здесь намного больше русских вывесок, чем в Запорожье. Хотя там не так много вывесок, вот что я понял. А мы ходили-то в основном по центру, по Соборный проспект, а здесь мы еще не были. Короче, мы вошли в центр. Куда мы еще пойдем? Тут больше нечего смотреть. На набережную. И там в центре. И я еще в метро спущусь, я и уговорю в метро спуститься. Так что, ребят, вы об этом узнаете через 5 минут. Если я там буду, окажусь плачущей, знаете, у меня будет все в слезинках. В слезинках. Весь уривешившись. Я не пойду. Значит, что-то пошло не так. Но я вам это действительно не скажу, потому что я могу... Боже! Машины и пробок здесь больше, чем в Брожье, примерно как у нас в Грибурге. Вот это город такой. Ну, по развитию будет. Мне интересно, что в Киеве мы еще туда сгоняем. Количество машин не говорит о развитости города. Ну, как? Ну, иногда нет. Иногда говорит. А наряду, количество денег у людей. Кто здесь живет? Вон тот синий-белый, синий-серый? Я не знаю, видели ли вы сейчас или нет. Сейчас мы доходим. А, еще пока мы ехали, я обращал внимание, мы же ехали по центральной улице, да? Да. Как улица называется? Проспект Гагарина? Гагарина. Вроде так. Короче говоря, я обратил внимание, что там национальной символики намного меньше, чем в Запорожье. Прямо в 10-20 раз. Так что это не уникальность оформления улиц в стране. Это уникальность оформления улиц в Запорожье. Интересно, что в Киеве. А сколько здесь отложили? Мой факультет был на 13-м этаже. И как тебе гонять? На лифте отлично. А, у вас лифт работал? А, у них лифт работал. А у нас на 8-м этаже проходила физкультура. Ну, у нас, у нас, у нас 6, у нас 6 лифтов, из которых в основном работали только два. А, у нас было два лифта, из них работало ровно ноль. Поэтому пешочком ты погонял на улице, да, 20 километров побегал, на 8-й этаж пошел. Гони, короче говоря. Обращайтесь, ребят, урфу, здание на Куйбышево в Екатеринбурге. Обращайтесь, шикарное здание, просто муа. Я нашел золотую шоколадку. Я сначала думал, что это какая-то карамелька, ну вот эта вот. А это, оказывается, социальное золото. То есть, самгелишное социальное золото. Где-то оно тут. Найдите сами. Социальное золото 1,3%. Всего-то жалкие 350 греев. Это маленькие, по-моему, еще. Да нет, это маленькие. Не, ну, это хоть и чудо-магазин, где есть все тупо все. Краб камчатский, США. Трюфельный. Что это? Это, между прочим, какой-то элитный супермаркет, в котором есть камчатские крабы. Американские. И тут стоит стрит-фон. What the fuck? Это где-то центр города. Кстати, красивое здание. Дороговый деловой центр Босфор. А это... Это каскад Плаза. Вот там вот мы как раз и были сейчас. И увидели офигенный дорогой магазин. Который еще офигенно местами дешевый. Мы даже нашли здание, которое достойно съемки. Прикольный дизайн. Ну, а тут он соседствует... Короче, дополнительная информация. Это пустое здание. Забирайте его. Наверное, там бомжи живут. Отличное место для бомжей, кстати. При приезжайшие элитные здания. Стретье. Живи, короче. А это набережная Днепра. А это как бы инсталляция или фонтан, которая называется Лебедь. Мы сошлись, как будто тут не хватает струй. Поэтому мы придумали новое название Лебедь-наркоман. И говорят, что это как бы самая длинная набережная в Европе. То есть, как бы я не покажу отсюда, конечно. Но как бы... Насколько зума хватит? Главное сейчас, чтобы меня YouTube не забыл, что за музыку, которая здесь играет. Там была чайка, как мне показалось. Мост там. Противоположный берег. Где сразу видна как бы... Совковая застройка. Красивые картинки на домах. Трубы работающих, наверное, сооружений. О, еще одна. Короче говоря, в Запорожье есть самый длинный проспект в Европе. А в Днепре есть самая длинная набережная в Европе. Спрашиваются, что еще есть самое длинное. Как бы самый главный такой вопрос. Что еще мне самое длинное ожидать? Мне хочется узнать фильмы особого жанра. Красиво, потому что далеко находится второй берег. Который не видно? Ага. Там трубы... Мне вот нравятся трубы, которые торчат из-за жилых зданий. Они действующие, как бы, трубы, нет? Ну, там, не знаю. Я на том берегу никогда не была. Четыре года никогда не была на том берегу? Там нечего делать. Там Чернобыль, что ли? Просто живые заводские района. Там, короче, замкать, ребят. Это там настоящий замкать. А все остальное это прыщики. За Днепром жизни нет. Да. А подожди, а за Прожий, получается, где? Он на Днепре. А, он на Днепре. Но в Днепре жизнь есть. В Днепре есть, как бы? В Днепре еще тоже жизнь есть. Так, хорошо. А перед Днепром? А, хордится эта жизнь, да? Хордится это, в принципе, жизнь, да. Хордится эта жизнь. Все остальное это типа остатки жизни. А где-то там, в Днепром, непонятно что. Люди тоже остатки жизни. Как сказала Вика, прикольно, наверное, там жить. Вот в тех зданиях. Как-то не странно, на горке стоят. И иметь вот такой вид. Ну, наверное, квартиры там стоят пи-с-сец просто. Хорошо, когда они выдавались. Выдавались, думаешь? Я не думаю, что они там выдавались. Или только выдавались те, которые, ну, с видом туда. В ту сторону. А, в эту сторону? А, в эту сторону уже подружить. Раз уже, ну, то есть разные же цены даже на квартиры, которые с видом на море и которые, ну, на речку. И с видом в другую сторону. Разные цены даже. Ну, в общем-то, это, суть по всему, та самая достопримечательность Днепра. Точнее, набережная Днепра, ради которой сюда стоит идти. И, как бы, до которой доходишь, можно идти назад. Потому что там, ну, вы как понимаете, по количеству народа тупо все фоткаются и так далее. Так что, вот там вот есть островок красивенький. Но мы до него уже не успеваем, потому что тупо времени нет. Да и я не думаю, что там есть на что смотреть, как бы. Кроме церквушки и еще чего-нибудь. Там, вон, есть подвесной мостик и так далее. Очень мало времени на то, чтобы, ну, 6 часов. На то, чтобы осмотреть хотя бы чуть-чуть достопримечательности города. Вы даже Екатеринбург так не осмотрите. Но, в целом, как бы, когда ты хочешь до набережной, город пристает, напоминать, Екатеринбург. А когда находишься внутри, ну, это, как бы, такой, знаете, самоделишный Екатеринбург. Куда мы сейчас? Обратно. Обратно, центр. По-моему, что-то не так. Экстренный репортаж, ребят. Жители Днепра обижают голубей. Срочно начинаем военную операцию голуби Екатеринбурга. Погнали. Что с ним такое, реально? Как убили. Ну, как бы, вон, непонятно. По-моему, этот подходил не... А этот однолапый. Однолапый. Господи, что вы делаете с голубями вообще в этом городе? Ну, или нет, однолапый, у него там пальчиков нет. Может, вы идите голубей, может, что-то мы не знаем. Короче, один подраный голубь, другой однолапый. Третий подходит, всех это выгоняет нахер. Что за херня? Нет, ты хочешь его согнать? Я хочу его сожрать. Я сваливаю отсюда. Человек, который жил здесь 4 года, говорит, что это какие-то бабы с веночками. Нет, даже я не интересуюсь памятниками. Еще раз повторяю. А вот это вот место и достопримечательность, как мне сказали, это недостроенная гостиница или отель, которую даже хотели, по слухам, сносить National Geographic за бесплатно. Но власти отказались. Поэтому, как бы, да, вот эта херня стоит на берегу Днепра, недостроенная. Рекурсия. Ебаный стол. Он чем-то недоволен, смотри, это глазки. Он говорит, what the fuck. Я думаю, в Харькове смотреть нечего вообще. Не знаю. Я не была в Харькове. Во, в Одессу еще, наверное, классно съездить. Надо, знаешь, сделать, короче говоря, обрезанную версию инфоблоков для Ютуба и не обрезанную для Твича. Режиссерскую, знаешь? Нет! Твою мать! Зачем ты мусоришь? Я тоже хочу кинуть. Я потому что это не христианское. А, докос тоже? Короче, у нас хотят на берегу Исети построить храмик. Берите пример из Днепра. Он, правда, меньше. Но, как бы, да, не надо брать пример из Днепра. Слушай, а режиссерская версия инфоблока – это неплохая вещь. Смотреть вот на это. Кстати, что я заметил? Очень много билбордов, где предлагают разместить рекламу. Нет, понятно, как бы, в любом городе есть билборды, где предлагают разместить рекламу. Просто проблема в том, что обычно нам есть реклама. Да, у нас везде почти реклама есть. Либо она висит старая, либо еще какая-то. Но она есть и меняется. Даже в отдаленных от центра в участках города. А здесь, как бы, вроде центр города, а те предлагают разместить рекламу на баннере. И никто не покупает. Что за херня? Что, вы все объединяли, что ли? Рекламодатели? Ничего рекламировать. Все хорошее уже знают. На, а там туалет по 5 гривен, ребят. Ну, этого надо рекламировать. Это охеренно. Как будто, как будто, да, вот это. Туалет за 5 гривен. Смотри, какая отвратительная ситуация в Днепропетровске со светофорами. Нужно ждать целых 60 секунд, чтобы перейти дорогу. Я думаю, что цене Европа. Цене Европа? Цене Европа. Цене Европа. Найден Макдональдс, найден Макдональдс. Ну, ладно, даже когда запрос здесь Макдональдс, то это сразу становится убого какой-то сбегалкой. Ненужные, в общем, никому. Короче говоря, а это наши вайнеры. Вайнеры, что в Ветербурге, это, по идее, центральная просто улица, на которой все магазины, все торговые центры большие, сосредоточены. Ну, то есть, это не центральная улица, а одна из центральных больших улиц, типа Арбата Московского. Поэтому, как бы... Мы считаем, что это место, где можно закончить осмотр Днепра. Ну, поход под Днепр. Там есть еще карусель. Да, ну, вот там карусель, как-то. Можно в пассаж? Пассаж? А что-то мы не видели. А, нет, мы лишь в метро. Да, мы уже, как бы, у нас время полтора часа до маршрутки, поэтому больше ничего мы не успеем встретить. Но, в целом, как бы, такой нормальный город. Весьма... Город как город. Ну, нет, как город, как город, не село, не поселок. Город. Я бы даже сказал, что местами он современный и весьма неплохо выглядит. Ну, очень сильно похож на Екатеринбург. Я прямо приехал, и погода была такая, знаете, соответственно... Екатеринбург-сити нет, да? Да, Екатеринбург-сити нету. Не хватает, как... Нет, тут нету, вот что заметили, нету небоскребов. У нас есть два, да? И третий еще строится. Здесь высокие здания, но это не небоскребы. И у нас немножечко развязка другая, и транспорт немножко по-другому ходит. Но, в целом, как бы... Здесь транспорт ходит примерно вот так вот. И сверху, короче. Но, в целом, похоже. На самом деле, очень похоже. То есть, опять же, если в Запорожье есть какая-то, ну, особенность, смак, да? Колорит. Колорит. То здесь, ну, вот реально Екатеринбург. Серьезно, вот я там жил, тут живу, и я не чувствую особой разницы. Тут живу? Там живу. Тут живу, да. Не чувствую особой разницы. Ну, правда, что вот такие вот дома, вот эти вот интересные дома старой постройки. Да, ну, как бы, я так полагаю, это какой-то памятник архитектуры. Не знаю, я ХЗ. Вот просто старый дом. Они присутствуют почаще, но соседствуют с совком рядышком. Ну, еще есть набережная. Вот набережной у нас нету. У нас маленькая набережная, ну, какая есть. Какая есть такая? А тут, ну, Днепр. Днепр, понятно, набережная соответствующая. Ну, что, мы тогда метро? Осталось только метро пойти? Да. Так что метро, посмотрим какое-то метро. Ну, а, кстати, а метро Екатеринбург. Мы в пассаж зайдем. Пассаж? Пассаж? А что там мы? Мы просто зайдешь, посмотрите внутри. А, ну, хорошо. И покажем вам пассаж еще Екатеринбургский потом. Так вот, да, метро Екатеринбургском я уже выкладывал ролик. И поэтому, как бы, сравнить можно. И московское метро было, и... Киевское. Киевское будет еще. Будет. Будет еще. Это в следующей части, ребят, в следующей части. Екатеринбургское уже было. А теперь посмотрим Днепропетровское. Но перед этим чуть-чуть пассажем. А, неплохо. Так, я все правильно понимаю, что здесь все на русском написано? Да. Очень интересно. Забавный фильм, наверное. Пластиковый. Наша первая ассоциация. Какое-то обычное старое Нью-Йоркское метро, знаешь. Шесть часов вечера. Будний день. Не полудний же день сегодня, да? Или выходной? Сегодня рабочий. Будний день. Уже семь с половиной минут нету поезда. Поезда. Как бы даже в Екатеринбурге это много. Как видите, дофига людей. Памятный знак установлен в честь открытия Днепропетровского метрополитена. Днепропетровского метрополитена. Ну, здесь уже покрасивше. Десять минут идет. Смотрите, как мало людей в час пик. Ну, в час пик получается. Семь часов вечера. Будний день. Перед последней станцией. Это не начальное время. Это семь часов вечера. Да, мы свернули с третьего точку. И нас в метро просили выключить камеру на одной из станций. В московском метро такого не было. Снимайте сколько захочешь, сколько влезет. В общем, есть правила. Да, в правилах то, что снимать нельзя. Только по разрешению. В Екатеринбургском метро мне ничего не говорили. Тут до сих пор говорят. Так что да. Это метро открыто уже после того, как совок распался. Как и у нас в Екатеринбурге, кстати. Ну, почти. Почти, как у нас в Екатеринбурге. И, в принципе, оно не красивое. И там очень мало людей, и оно не нужно, по-моему, этому городу. Судя по всему, и оно не укупается. Я же говорила. Ну, ладно. Екатеринбургский метро круче. Так что, ха, в чем-то уделали Днепр. Е-е, точно. Крапец, нашли, что уделали. Вообще, да. Отстань от меня, понятно. В те патриотизм сейчас сыграет прям. Цвета швейского флага окрасишься неожиданно. Мы поехали домой. Ну, в смысле, в Запорожье. До Екатеринбурга еще далеко, ребят. Так что, хватит, пожалуй. Сейчас 8 часов утра. У нас снова в пути. У меня трасски. Не за Москвой, а из Запорожья. У меня надоело. Я не надоело. Мне на самом деле тоже надоело. Я бы тоже не поехал. Ты бы тоже, она сказала. Но надо же продемонстрировать все. Надо же просто отработать деньги, которые вы потратите. Да, действительно. А-то там сколько, 500 тысяч миллионов долларов, да? Не, которые это занатели, которые мы потратили. Ну, 500 тысяч миллионов долларов, да. Из них, как бы, на весь эфирен потратили 100 долларов. Поэтому, как там тебе новые зубы золотые, золото-керамические? Как раз вырываю, чтобы меньше было. Да, новые почки, новые ноги. В общем, все поставили. Ну, пойду показывать, что-то в Киеве. Да, это, как бы, это все еще Запорожье. Потрясающе. 8 часов потрясающего пути. Всем желаю этого. 9 почти. 9, отлично. Мы заканчиваем свою поездочку по Киеву. Киев за полтора дня посмотреть толком невозможно. Поэтому мы монатки соврали и назад в Запорожье. Ну, и в целом, больше о Запорожье рассказывать нечего. Как мне сказали, там просто не на что смотреть. Да, это особенный город. Он очень странно построен на трех островах, по сути. Ну, точнее, на острове и на двух побережьях и так далее. Но, в целом, это единственный его плюс. Его строение. То есть, вы посетите заповедник. Вот этот вот остров Хортица и Запорожьскую сечь. Вы пройдете по самому длинному проспекту в Европе. И на этом все закончится. Потому что там действительно просто не на что смотреть. Мне сложно сравнивать этот город с Екатеринбургом. Потому что в Екатеринбурге я прожил 29 лет. И просто-напросто не понимаю, насколько он интересный. Потому что я, блин, тут всю жизнь живу. И мне сложно его оценить. Но я бы так сказал, в Екатеринбурге больше места, которые было бы неплохо посетить. У нас тоже есть зеленые места недалеко от города. Но в то же самое время у нас очень хорошо развита городская среда. Музеи, достопримечательности, торговые центры, развлечения и так далее. В общем-то Запорожье для туриста это неплохой город, в который можно съездить отдохнуть на парочку недель. Тепло, красиво, но самый обычный город, который ничем не выделяется. Поэтому две недели проведенные в Запорожье, это просто был отдых на самом деле. Да, мы встретились с кем-то из зрителей. Я что-то интересное пытался найти, показать вам. Ну и просто ознакомился с украинскими реалиями, которые в принципе, наверное, в каждом городе одни и те же. Что я могу сказать? А ничего, в принципе. Это тот же самый народ, что и у нас. Точно так же на рынке продают бабушки ягоды. Точно так же молодежь идет в центр, чтобы развлечься. Точно так же люди ходят в кальянные, точно так же люди входят в кино и так далее. Это не другой менталитет, это не другие люди, это те же самые люди, я бы сказал. Ну и 9 мая, в самый дождливый день по разбитым дорогам, которые более разбиты, чем я когда-либо видел. В Екатеринбурге нету настолько разбитых дорог. Мы погнали на вокзал, чтобы улепетывать из Запорожья и ехать в Москву. Да, как бы Киев я немножечко вырезал, но и Киев и Москва ждут вас во втором эпизоде этой трилогии. Так что пока Запорожье, мы немножечко перемотаем нашу машину времени назад, окажемся в Киеве, а потом мы целиком и непосредственно устроим второй дубль пребывания в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok